Иваска, за яйца хватает. Хе-хе-хе. Крабоши. Иваска. Свои меня за яйца не схвати. Укуси меня за талию. Укуси меня за грудь. Не то получишь податать это. От меня когда-нибудь. Та-та-та-та-та-та-та. И бушует ураган. Приходи ко мне, в осечек. Я помочь тебе дам. Козлиный морг. Крабоши. Добрый день, дорогие друзья. Всего снова с вами Вальдемарк. И наш Васек. Идет он в холодок. Короче, ребятки. Сейчас мы поигрались маленько с Васькой. Потом я тоже, может быть, ставлю. Не, Васька, поигрался и будет. Вы заметили? У меня тут прошли изменения. Короче, я все эти цветы, которые были в горшке самодельные, убирал. Там Васька лежит козел. Все это я унес на дачу. Там я, может быть, выкину. Может, что я не сделал, не знаю. Почему этот заборчик остался сзади, кто стоял за цветами. И все, я это выкинул. Вот таким образом все это я выкинул. Потому что муравьи прямо в этих цветах заколебали. Я давно уже хотел все это убрать. У меня раньше же, я вам как рассказывал, и георгины тут везде росли. Полностью по всему периметру, где у нас кончается бручатка, как она, как по-русски, по-русски, где кончаются камушки, у меня все было 50 сантиметров, все скопано. И все из меня вокруг росло везде георгины. Так красиво было и хорошо. Ну, муравьи, падла, заколебали были. И поэтому я все это убираю. Да, вот тут еще где-то бегают еще. Что я их не всех уничтожил. Вот таким оказывал. А Васька тоже лежит, отдыхает. Ему тепло сладко. И, Васька, тебе тепло? И, караши, арваши. Козел наш. Да. Карваши. Попрыгай еще маленько. Яман. Все, обозлился, пошел. Пошел, Васька. Ну, вали отсюда. Очень, ребята, у меня отпуск в следующей неделе. Ждем гостей. Должна приехать наша дочь с Австрии. Со своим другом и его отцом и так далее, и так далее. Еще пару человек приедут. Очень. Хата будет полна именно на выходные. Потому что у Валентины Ивановны день рождения. Поэтому люди будут к нам приезжать. Мой лучок. Я хочу тебя на дачу посадить. Я тоже еще лук, времена остались. Собирал. Мы же почтим этот лук привезли нам. Откуда вам привезли его? Сейчас я вспомню. Сейчас уже не помню. Со Сталинграда. Как они сейчас по-русски называются? А, по-современному. В случае со Сталинграда привезли нам это были семена. Я их посадил. Они так у меня хорошо разрослись. И у меня даже семена еще сохранились. Я хочу у тебя уже посадить. Как-то вот так вот. Таким макаром. Я сейчас не помню. Зайчев Сталинград. Сейчас не помню уже. Волгоград. Во. Из Волгограда. Ну вот. Такие дела. Просто маленький такое видео ни о чем. Ведь я там все уже везде все я же камнями сделал. Видите, все бело. Специально таким жидкостью полил. Не буду вам говорить какую. Потому что в Германии она, наверное, все-таки запрещена. Именно на камни лить ее. Но мы пользуемся. Как-то так вот. Сейчас Валентин Ивановна была сегодня в русском магазине и говорит, там арбуз купила. Не удивляйся. Я говорю, ошибка большой. Сейчас мы пойдем в гараж и поглядим, что там за арбузяка такой. Почему она меня так предупреждала? Поглядим? Посмотрим сейчас. Ну а что? Арбуз. Як арбуз. Он глыст такой большой. Сейчас мы замерим сперва. Амемент. Ну сейчас мы поглядим примерно. Будет видать. Так на глаз ставим. Так. И вот получается у нас примерно так. Примерно сюда. 32, наверное. 32 или 34 сантиметра примерно. Так и же, смотрите, ребята. 32 и 4 сантиметра. 32 или 34 сантиметра. Ну, в принципе, здоровенный. Это тошно. Высота у этого гарбузяки. Так, аж так взять. Получается у нас тут, я не вижу, просто. Тоже за 30. Тоже 30. Не, 24. Вдруг. Да, 24-26. Вот такой гарбузяка. Так, что оно и тоже здоровое. Ну, посмотрим. Валя просто купила, я зову, люди приедут. Говорит, койка донесла. Я говорю, правильно сделала? Что, людей много будет? Что тут? Раз-два его и поели. Ну, как-то так, ребятки. Все, пойдем опять на улицу. Вот у меня кто-то спрашивал. Вальдемарка спрашивали, у меня это у тебя череп настоящий? Нет, ребята, это все это... И искусственная пластика, из чего он сделал, кто-то знает. Тут еще были у него еще красные глаза стояли. И они светились. Он где-то выпал. С годами. Ну, это, короче, тут удивляться ничего не надо. Это Вальдемарка в будущем. Смех смехом. Ох, ударился. Все, ребятки, покедова. Сейчас, Погода сегодня хорошая тоже. Два-три дня, по-моему, была такая жаркая погода хорошая. Я даже бы сгорел маленько. И потом было опять прохладно маленько. Сегодня опять потеплело. Видите, у нас тут постоянно скорая помощь ездит. И постоянно мешает. Ну, как бы ни было. Они все-таки людям помогают. Это точно. Все, ребятки, пока. С вами был Вальдемарка. Просто такое маленькое видео. Короткое. Не знаю, выставлять его, не выставлять. У меня, знаете, сколько таких уже видео, которые я снимаю. И потом просто не выставляю. Потому что, когда проходит пару дней, в том я смотрю и думаю, видео вообще никакое. И просто его не выставляю. Ну, как-то так, ребята. Я вам говорил, что муравьи бегают. Видите? Возле гаража. Я уже и так выкуривал, и всяк выкуривал. Ни хера. Видите, сейчас маленько на улице. Жарко стало. И они забегали. Они бегают. Знаете, почему они бегают? Они выходят на солнце. Берут температуру свою. И бегут себе туда вовнутрь, в муравейник. И греют там, и свои яйца там. Понимаете вы? Они отапливают, так скажем. Где-то я это, конечно, по телевизору видел. Не подумайте, что я такой умный. Хе-хе-хе. Вот они падлы бегают. Сделал так тенек, чтобы молчи было, будет их видать там, наверное. Видите? Я уже и сколько лет вот из этого угла их хочу вывести. Уже и пшикал, и поял лабы, и смолил. Да один хер они падлы лазили здесь. Вот поэтому я все цветы и поубирал. Потому что именно где розы, они тоже питаются там эти, получается там, как это, тля, да, или вши, по-немецки говорят. И они выделяют там какую-то жидкость сладкую, что ли. А муравейцы жрут. Ну, конечно, я все розы, все поубирал. Георгин, розы, все у меня было, все выкинул. Даже если вы посмотрите старые, старые видео, там даже есть. Допустим, где у нас в Маталонсе. Там здесь в углу стояла большая такая роза. Даже мне где-то на видео есть. Я все убрал. Все, ребята, подъеду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!